Добро пожаловать на очередное заседание 16-го совета в сельскохозяйственном университете. Совет создает 17-й членов. Сегодня по уважительным причинам отсутствует Алексеевна Мария Александровна, командировка, Мирман Алилла Тументинович, командировка, Ореченко Сергей Николаевич, командировка и Юсенбеков, Махтян, тоже по уважительным причинам. Но одна просьба всем членов дистанции в том совета. Пожалуйста, спасибо. Сегодня, кстати, в облаховом режиме вышел из Сербии ваш друг, господин Джура Королевич. Приветствую. Спасибо. На сегодня заседание присутствует 13 членов дистанции. Значит, форум имеется в защиту дистанционной работы докторанда «Еготаринские и еготаринские газы» на тему научной основы создания системы института, уступного сельского сообщества разрешения кабинете вас по в atmospheric дистанция Продолжение следует... 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 системы на 7, 14 и 21 дни. Показал положительное реальное регулятор роста на длину и количество корней излучаемых сортов. Сорт друняша принял себя более отзывчивым на обработку регулятора роста. Приживание растения регенерантов на контроле было довольно высокой, 70,2%, 72,3%. Замачивание корней растения регенерантов регулятора роста позволило увеличить выживательность растений на 12-14%. В период регидации впечатления дерьмозной высадки пруд и фазы и тонизации растений опрыскивались по 0,01% в ростопоробии регулятора роста колеи, в качестве которых были взяты растения в детстве опрыскивания. Оздоровленное мероприятие растения в 3 декаде мая насаживали в стеклисты, где в конце сентября, в начале октября получали медицинские первые логневые колени. Регулятор роста КН оказывает влияние на время наступления фенопазы. Их применение способствовало скорению появления исхода по сравнению с контрольным вариантом на 3-6 недели. Последующие фенопазы также наступали раньше. Вегетационный период влияния с применением регулятора роста КН у сорта Дуняши и Удовицкий. Согласов на 6-6 дней. Соответственно, наблюдения за динамикой роста растений в регенерантов фасцветения представлены на слайде. Наблюдения за динамикой рост растений показали, что такие показатели, как высота главного стенда, количество стеблей на одно растение, диаметр главного стенда, количество листов на одном растении, длина листов и биомасса на На слайде представлена продуктивность у стене регенератов в условиях 31-го дня поколения и кругу христианских хозяйств и семеновыческого леса. На слайде представлена продуктивность у стене регенератов в условиях 31-го дня поколения и кругу христианских хозяйств и семеновыческих хозяйств и семенов. На слайде представлена продуктивность у стене регенератов в условиях 31-го дня поколения и кругу христианских хозяйств и семенов. Уменение регулятора способствовало увеличению коэффициента размножения у христианских хозяйств на 1,3-1,5 и составило 6,6-6,5 коэффициента размножения. Полученные клубни ежегодно насаживались на оборудованном море согласно с выше приведенным вариантом обыта и выращивались по общей кинтой устанавливательности технологии. На слайде у нас показаны фотографии общего состояния оборудованных растений. В годы исследования ежегодно в имени месяца растения картофель испытывали недостаток вани, находились в статичном состоянии. Однако обидные иссадки 2-3 декабря июля способствовали грунному морозу и развитию растений. В летний осенний июль 2012-2015 годы исследований в начале середине августа растений, в котором еще обидно цветли, процесс оборудования продолжался интенсивно. Как видно на слайде, у продолжительства международных периодов оздоровление весенного материала не повлияло на динамику прохождения пневмологических фаз. На них оказывает влияние погодных климатических условий вегетации по годам следует. Но листокумия развивается быстрее на 2-3 дня. Годы исследований отличались условием весенней вегетации, так и в 2014 году до 10 сентября саморозов не было, что способствовало увеличению группы интенсивного полудня образования. В 2016 году ранние запросы и 29 августа перелив раннего отмирания в воду. В весенний вегетационный период исследований в сентябре сортоптурняши в составе 110-114 дней. Данные слайды показывают динамику. Клей по декабря в периодах вегетации на производственных посадках картофельной. В слои вкусной области обнаружено 5 видов клея, среди которых преобладают менее вредоносные виды бобовое и обраганное картофельное для. Максимум миграционной активности клея приходится напонять 3 декабря июля, 1 декабря. На больших численностях головой дверь по 50% был защищен в 2014 году. В слои вкусной сложности на развитие численности диапетическое влияние оказывало взрывное похолодание после теплых дней в мае месяце. И второй период старинного дожди в июле-августе, в период 20-30 годов с растением хозяина. Для таких дней инфицированность клея картофеля, вирусом мы использовали в иммунодвежный анализ и в пациентах, который раз восстановился в данной страстилице. Иммунодвежный анализ показал, что воздействие в различие вирусом С и вирусом М у всех в процессах субтитров. Однако, в последнее время, в полимеральной ценной реакции с обраганной страстилице анализовался вопрос, как обраганном был обнаружен только вирусом М, что показывает несоответствие данных в том интернетном анализе и реакции, полимеральной ценной реакции на присутствие вируса С. Результаты пациентами ДНК на присутствия вируса ТЭМС представлены на слайде слева, и на присутствия вируса С на слайде рисунок, представлены справа. Что образцы растений 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, держат только вирусом М. Сравнительные данные по эффективности обнаружения вируса вируса, вирусом М, методами диагностики ИФА и мультиплекс ПТПЦ, представлены на рисунке на слайде. После опытности результатов иммуно-переменного анализа и полимеральной ценной реакции с обратной конструкцией было показано, что все анализированные образцы были числены от поражения вирусами ПЛРИ, ИКС, ИКС, ИКС вируса не были обнаружены. По здоровых образцах растений, сурсов ПТП, была обнаружена пораженность вируса М, до 0,5%. На слайде представлены данные по пораженности вируса 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 с малевом размножении в 2012 году. И следовательно, видно, что растения супер-супер-элиты получены от здоровых семян вирусах, тогда как на контроле степень пораженности составляет по 34% на сорте Дуняши и до 80,26% в контроле на сорте Дуняши при традиционной схеме размножения. Если на здоровых растениях увеличивается пораженность вирусами, то на контроле пораженность зависит от устойчивости сорта и подлога нейронических условий. Барапрактика показывает, что в архиве с устранением вируса и заболеваний важное место занимает борьба с их переносчиками, в частности с целями. Нарето с апротехническими предупредительными герами изучены различные варианты химических обработок. В архиве с устранением используют препараты Амфидор, Дэти-Секста. И в данных повлицах мы с вами видим, что если на контроле с увеличением времени вегетация возрастает заседенность растений, как и в рялями, то наиболее эффективное влияние борьбы с их переносчиками оказывает препарат Дэти-Секста. Выдачу под защитным действием. На слайде представлены биологические мероприятия, применение в Кустанайской области. Здесь получается, что у перенитого подного участка были мысельны шинительная хрегатая. Также были замечены учительные энтермофаги на короткую двери с лотокласской и биологические ловушки. Также мы делали исследование высаживания петлюлю. Одной из важных задач наших исследований было обрабатываться в медведи уставе Кустанайской области с обращением в аштабиологической схемы с лотокласской на оздоровленное слое. Это все представлено на главном слое. В первой группе исследований для технологической лаборатории Казнавана были получены 600 штукопрогережных растений, из которых в тепличном условии были получены 75 тысяч мини-фонды. Полевые отложители этих линей-глубни на площади 0,1 гектара, позволяло получать 4,6 тонн, 7,136 пиралиды. Их дальнейшее отложение в 3-4 годе не позволило получить 79 тонн. Которые передавали себе научным и наличным товарным хозяйствам. Таким образом, нам не доказана возможность внедрения ускоренной схемы с лотокласской на оздоровленное слое. При этом сочетание современных способов выращивания оздоровленных лобов с применением кулунового англора позволяет обеспечить достаточно надежное качество кредитов, является экономическим и хозяйственным трудовым. Сокращенная 4-годичная схема с линей-глубни позволяет обеспечить до 8,5 тонн в течение губей, мини-глубни и уменьшить заправленные производства примерно в 3-4 раза. Таким образом, условиям в Санской области приведена ускоренная схема с лотокласской на безвирусных условиях. На данном слайде приведена урожайность картофеля от завода селена. В среднем законе сделано урожайность картофеля от завода с пределом 16-20 тонн в течение губей. Вращение картофеля от завода с здоровыми семьями позволяло увеличить урожайность с лотокласской на 4,8 тонн в течение гектара. Кłu proving на 3,5%а урожайство в 13,5%а в штабовых, в посадочных процентах прибавка стало 17%а Урожайancy Картофеля от завода безвquinого мусора с половиной van derchildа от завода с 빠тов урожайством в течение гектаров 20,5%а. Так, продуктивность растений сортов гоняши, полученных из-за здоровья на семян, достигла в среднем 704,90 грамм на гост, прибавка составила 309,30 грамм на гост. В среднем за три года исследований максимальная масса гоняши, полученных из-за здоровья на гост, прибавка составила 309,30 грамм на гост, прибавка составила 309,30 грамм на гост, прибавка составила 309,30 грамм на гост. За три года максимально отличного гоня на одном растении сформировалось в двух сортов, выздоровленных грантов и составил 409,30 грамм на гост. В этом году был на гостях благоприятный для гоня, без знаний контроля. Оцепка гоняши, которые он потерял в обеихимическим показателям, в основном качестве, показывает, что наибольшее количество грантов сформировалось на мере использования, выздоровленных семян, у сортов гоняши, превышение контроля на 1,74 грамма, у сортов гоняши одинаковое количество грантов мало, обоих не надо. Количество сухих веществ, у сортов гоняши 20,12%, что превышает контроль на 1,92%, а рископутный вариант на 1,21%, у сортов гоняши на 1,5%. Использование здоровенных семян позволяет увеличить содержание белка на 0,48%, 0,90%, содержание витамина С на 0,42%, 0,36%, содержание сахара увеличилось на 0,28%, 0,31%. Также надо отметить, что за годы следований брюшка исполнения полученных из оздоровленных материалов на 100%. Сравнительная оценка экономической эффективности. Различных способов получения исходного материала на более высокое энергетическое оздоровленное посадочное выздоровление. Сухих веществ, у сортов гоняши 70,12%, по сравнению с контролем, меньше на 7,000%. В семье чисто доход с единицей площадь увеличится на 4,92%, в семье уровень стабильности выше на 0,48%, 0,50%. По сравнению с контролем вариантов меньше на 7,7 тысяч, чисто доход выше на 342 тысяч, тенгец-гектар, уровень лета полностью выше на 30,5%. Сравнительная оценка энергетической эффективности. Оздоровленные и неоздоровленные материалы по традиционной схеме размножения с применением уклонного отбора за 2011-2014 годов исследований показал, что на варианте оздоровленной сортов гоняши показатель энергетических потрат составов 51 гигажурный гектар. Чисто энергетический доход 50,25 гигажурный гектар. И на меньшем значении энергетический сервис себестоимости 1,79 гигажурный гектар. В варианте с оздоровленными клубами с фото Удовицкий чисто энергетический доход составил 34,39 гигажурный гектар. Коэффициент энергетической эффективности по севам 0,76 гигажурный гектар. И коэффициент полезного места сева 1,76 единиц. Энергетическая эффективность клубня в клубне всего 2,85 гигажурный гектар. На основании вышли сложные и результаты исследований нам сделан соответствующие заключения и предложения производства. Постройки их не зачерпят, как у вас им не имеете на руках. Спасибо за внимание. Вопросы есть? Как это заранее? Ну, пока думаем. Вопрос обучения, различная разработка и обещественная разработка нескольких методов вируса. Раньше эти методы диеты не были готовы, или, может быть, у вас усовершенствованы или адаптированы к местным условиям? Как это понять? Ну, данные методы в нашей выпускной области ПЦР нормальный сметод не применяли, но кассирологический метод. То есть это как бы новые методики для наших выпускной области, у нас нет своей лаборатории и технологии, мы сотрудничали с институтом полиглярной биологии и неотхожным. Вот, и усовершенствовали, потому что, допустим, нормальный элементный анализ в некоторых условиях, но он не более точно показывает. Мы обнаружили в процессе исследования, что у нас в выпускной области имеется вирус ЛЭМ, и имеется, как бы, два его варианта, и вирус ЛЭМ, поэтому процесс этот анализ был более точным, не слева ли их. И мы рекомендовали это упражнение иммуноферментного анализа, совместность с анализом, с программой транскрипцией, то есть забывание... Значит, память, усовершенствовала. Да, да, да. Ну, здесь написано «Ранговорный». В общем, вы имеете в виду. Так, пожалуйста, есть еще вопросы? Да. Спасибо за вопрос. Спасибо. Спасибо. Вы просто обнаружили в этом варианте, или там два варианта мы как-то учет делали, или в одном месте обнаружили и сказали, что сколько-то это две штуки на день, пожалуйста, нет. Это первый вопрос. Второй вопрос. Биологическая наружка – это репетония и на фасаде картофеля. Она так отпугивает или же дополнительно влияет, потому что вы здесь это слышите, что обнаружили там вот этот клей. Или она отпугивает, или же она как присутствует. Спасибо за внимание. По поводу учета требовала и проводила специальным методом чашки сосудом мероприятия. На достоинственную наружку учитывали особы крылатые. Если они превышают по методике больше 50 особы, то мы уже принимали химическую обработку вариантов контроля, обрабатывали и проводили учеты. По биологическим методам добавим петуния на ляльцево-кребилентом и тоже глубинно действовать, что будет на гладком особых метлей. Пожалуйста, другое дело. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Какое у Вас отличие в предприятии научной службы? 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 Я вот, что Вам вопрос о научной службе. Здесь 8 пунктов на службе научной службы. Но здесь не расстреляют, какая у нас отличие в мировое значение, или за наружу значение, или по применению материала, использована визна. И тем более представьте, что много, да? Тем более, некоторые, я из них уже вижу, они не обладают даже сроками. Например, выявление устойчивых сроков в зависимости к вирусной болезни. Что до Вас не определяли, что в сенекционерах, когда передавали в несколько месяцев, занялись за этот сонат, умеют проекты определять. И последнее пункт. В основе получения технических данных производственной проверки обоснованной экономической эффективности. Использование озабленного посадочного материала в процессе оригинального семейного родства, которое разве вот эта экономическая эффективность в других исследованиях в других областях разве не проводить для этого? Я сомневаюсь. Поэтому вы не озовите, какая часть этих вопросов носит там, например, региональный характерный развитие. Какая часть носит там использование новых материалов? Что нового сделано в мире у Вас? Вот так надо поставить вопрос. А научная новизна бывает 1-2-3 максимум. А здесь 8 пунктов. И они, в основном, я сомневаюсь, что они могут нарезать. Спасибо за вопрос. Сделано в том, что исследования проводились по сортамбур именно в 2016 году. Затем и учет ей также устаревшие данные применения ПЦР и разноцепно реакции на определение вирусной инфекции и иммуно-ферментные реакции совместно у нас таких исследований в нашей стране в области не проводились. и экономическая эффективность тоже было сенсит, что на других сортах исследования проводились в современных условиях. Получается только мои исследования в наших условиях. Нет, если бы Вы дали цифрах, показали бы чем такие дали, которые проводились в Павлодарской области, и многое занимается в Павлодарской области, в Настойшем-Казахстанской, в Аннатинской области. Если Вы сравнительно показали, что у Вас экономическая эффективность выше или что-то другое, это бы другой вопрос. А где есть общий характер экономической эффективности? При пройдении исследования, как бы я проводила анализ, мировой анализ литературы, изложенный по Казахстану, как бы на основании этих данных, у него есть литературы, и вот есть такие вот цели, задачи. с с с с с с с с с продукции, как вы понимаете, и второе, вот ваша работа, чем отличается от других, в чем вот именно вы, для, с вашей нарезной, что вы сделали именно по Казахстану, по Казахстану, в Казахстане, мы знаем, как очень, какая культура на работу очень хорошо, кстати, в сельных регионах. Чем отличается вот ваша работа от других? Спасибо за вопрос. Семена вашей преподавции это, получается, супер-супер-эрлита, получены супер-эрлита, сюда относится эрлита. новизна моей работы заключается в том, что именно данные сорта в наших условиях впервые получили проверочные растения, впервые применялся методы исследования вирусов определенные цепные реакции с обратной транспекцией, умная примененная анализ именно и исследования данных условий. Пожалуйста. У меня вопрос по слайду 25. здесь дают препараты заселенность. Какая была эффективность препаратов? Потому что вас дают мне кажется нету биологической эффективности. Почему здесь не дана и решение препаратов? за вопрос биологическая и хозяйственная эффективность они представлены в диссертационной работе 20-30% улучшается эффективность экономического применения препарата диссертационной 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 биологической хозяйственной эффективности. в в в в в в в в в Вы говорите, это, наверное, с белой листикой, 30%. Мне кажется, как мне должно быть лучше. Вы указали 3, 7 и 10. По какой формуле Вы посчитали, чтобы было 30%? Спасибо за вопрос. Есть специальная форма биометической эффективности. Это, получается, отношение результатов с применением препарата. И именно результаты на контроле выражены в проценте самостоятельности. Это формула Аготта, да? Да, да, да. Конфидор, смотрите, здесь еще конфидор и дитис экстра, которые здесь нет. Это у нас. Почему не указали? Конфидор или дитис? Вот если он указал себя более эффективно, а конфидором был принят за стандартный металл распространенный. Я не поняла, почему принцип первый день конфидор и дитис в третий день показывает нам эффективность до 90%. Только на 10-й день около 50%. А вы почему говорите, что 30%? Спасибо за вопрос. Да, получается, эффективность на третий, на седьмой, на десятой, если она снижается. И проценты, на седьмой эффективности, они украшаются. Даты исследования, третье десло, они значительно отличаются. Тринадцатый. Каблицу, слайд откройте, пожалуйста. Почему вы оттенили, переживаемость растения регионата, регионерантов, теплицах, там ведь нет особей, вредителей и болезней? Почему? Спасибо за вопрос. Для того, чтобы пробирочные растения, они высаживаются из искусственной среды премитра, в почвоборобных условиях, поэтому это очень даже стресс испытывает, и очень, поэтому применение регионера роста для более, для повышения переживальности, чтобы был больше выход пробирочных растений. Как правило, не 100% пробирочные растения приживаются в условиях, и не в естественных условиях. Продолжение следует. Уже сколько 10000 металла сделаете? Добро пожаловать в Казахстан! А на 20-летие, а на 20-летие, на 20-летие, на 30-летие, на 30-летие. Поделывайте, как произойдет. Да, данные санклама сделаются. Производится отличная селекция. Такие, как Акстанайская новость, Акжар, Мяшу, Давидский, Тустей, Валерийский. Они все вознеспелые. Это правда для наших лично-сраматических условий. Они более выгодные, так как идет то, что у нас получается, если максимальных осадков и срок вегетации больше. Поэтому именно в период августа идет неображение и выраженность выше, чем ранее спелые сорта. Мы ранее исследования проводили уже в Караваловском научительском институте. Получается, вегетация у них короткая, я считаю, 75-75 и срок вегетации. И именно помогают вот эту засуху. Значит, другой вариант, опять же вы aka.... Казахстанская история... Семьхозов, с чем проводилось производственное, посадки? 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 Где-то у меня более 10% прошло. Вот после завершения вашего работа прошло 5 лет. Я говорю, что довольно большой срок. В недвижимости вашей работе должно быть производство. Насколько они эффект дают? Есть ли эффект? 5 лет прошло потом. Спасибо вам за вопрос. Да, медвединое сенажерское хозяйство, искра, садовод, христианское хозяйство. И на Поливе очень хороший урожай до 45 тонн. Особенно нашим бойцам. Хорошо. По методике. По методике я учил бойца на один квадратный метр. Оставил на растение или на конечный листок, на столице. На столице. Объявили на квадратный метр. Как можно? По методике. По методике. Почему вы делали один квадратный метр? Что два скайли сайта, потому что вы не понимаете? Как бы написано? Учет на один метр квадратный. Нет, мы использовали методику, уже применяли сосуды-мерики. Есть методика. Там идет, скажем, количество три на столице. Да, без крылых даже. Да, на столице только без крылых насосов. Результаты есть у медиссертации. А именно в кроватого осветли мы проводили методика, использовали сосуды-мерики. Каждый вечер, каждое утро проводили определяемые довольства, количество денег. Да, есть еще вопрос? Нет у нас? Есть еще вопрос, Сергей? Да, да, да. Если можно. Пожалуйста. Дюна Тараниш. Сергей. Екатерина Михайлова. А может быть, рассказать, какие методы статистического анализа, какими методами люди пользовались, когда сравнивали какие-нибудь гладкие росты на разных сортах, которые были? Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Стат-анализ, безусловно, проводился. Применялась программа «Агрос» и «Анова» как правильная программа. Там же методика «Оспеха». Дисперсионный анализ обработки данных. Применялась программа «Ана». Работа «А Ron» как правильная программа «Ана» и «Анова». Работа «Ана». Дисперсионный анализ обработки данных. Дисперсионный анализ обработки данных. Размер на программе «Анов» и «Анов» . Так, если нет вопросов, спасибо, садитесь, тогда слово председательному научному консультанту, доктору средств хозяйства, профессору, научному сотруднику и сырского государственного генерального испарка, Августу Амбин Харьковичу. Я в своем мнении по диссертации и, значит, в роли выполнения данной диссертации соискателя Екатерина Михайловна, я подробно написал в своем отзыве, к этому я сегодня на заседании совета хотел добавить то, что она в необычных условиях провела эти исследования, с привлечением к этой работе и, значит, Костанайский низко, с привлечением возможностей Костанайского университета, а также трех крупнейших хозяйств этого региона. И надо сказать, что в этом 19-м году на опытных полях, проводимых совместно с хозяйствами, значит, Екатерина Михайловна смогла получить урожайность 70 тонн с гектара картофеля с форта Дуняши. И я бы хотел сказать, что действительно мы ей, когда утверждали тему, вот многие вопросы возникали по научной основе. Значит, на заседаниях предварительных заслушиваний настоялись на том, чтобы назвать научными основами создания системы низвирусного сообразования. И по вопросу, что это система, основа система, также должны были вопросы. Но здесь надо сказать, во-первых, сначала с получения проверочных растений и проведения соответствующих наблюдений, и исследований, они все имеют серьезную научную основу. Да, ряд исследований проводились в разных регионах, в разных регионах Казахстана, но для прославительства областей, а впервые, вот в таком комплексном плане провела все вот эти исследования, опираясь на предшествующие научные исследования и Казахстана, и отдельно крученных, и так далее. Поэтому вот такой, так было решено, чтобы назвать тему презентации «Наука начинается научная основа создания системы низвирусного сообразования». Именно, ну, с уточнением, что это для Кустанайской области, Кустанайской области. Она провела огромную работу, собраны огромные экспериментальные материалы, многие из которых, к сожалению, из объемов и так далее, они не вошли в диссертацию. Эти наверняка, эти материалы еще, публикация, найдут отражение, выведут, может, потом, значит, будет возможность с ними поздохновиться. И я был, как научный консультант, доволен тем, что она, Екатерина Михайловна, всегда согласилась к тем наставлениям, к тем замечаниям, которые мы ей высказывали в ходе выполнения самой исследовательской работы. Это очень важно. Она сейчас, я считаю, что состоялась, овладела многими методиками, многими методиками, сотрудничала с не борьбой о биологии, а именно имени Аль-Коржинов, не из-за того, как знал, казнику, то есть со многими научными учреждениями. И таким образом она состоялась как будущий самостоятельный исследователь. Поэтому, уважаемые члены Совета о присуждении и иском истинении доктора П.Е.Ч. по специальности агрономия. Спасибо. 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 Спасибо, что прибыли. Спасибо. 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 Так. Теперь будем обсуждать. Слово представляется первому официальному деценту по премьерному журсову Абдуна Парния. Как и так, мы собираемся представлять науку, проценту, заведующий лабораторией технологии, имя Ольга, Азамцева, и создание системы семеноводства картофеля густовик в Устанайской области, представленной на соискальной степени доктора и философии по специальности 6D080100. Первая актуальность темы исследований и соответствия ее направлениям развития науки и государственных программ. По множеству, мир картофеля является одним из основных продуктов питания. Для нашей страны картофель не просто ассистно-хозяйственная культура, но и стратегический ресурс. В нашей республике картофель разделывается на площади в пределах стоят 90 000 етатр, при этом балловый сбор составляет 3,5 миллиона тонн на Казахстане. На сегодняшний день спрос на отечественные сорта картофеля увеличивается. Однако из-за низкого коэффициента размножения, при традиционной технологии, сдерживает размножение и внедрение новых санктур в отечественной инсиленции в производство. Как эритативно размножаемая культура, картофель следует в плоднях, накапливает возбудитель вирусных грибных и других болезней, бактериальных болезней и других болезней. Урожайность культура снижается на 40-50%, а потери культура культура могут достигать до 35-40%. В связи с этим основная задача в настоящее время усовершенствовала в республике семеноводство картофеля на безвирусной основе для роста урожайности картофельных плантаций. Без налаженной системы производства безвирусного семенного материала невозможно эффективно распределить все картофельные плантации. В этой связи научно-исследовательская работа проведенная Екатеринской Екатерины Михайловны является весьма актуальной, имеет научное и практическое значение. Основная застока автора исследования создает усовершенствование научно обоснованной системы семеноводства для ускоренного размножения семенного картофеля и получения оздоровленного посадочного материала с применением методов биотехнологий в условиях Костанайской области. Исферования проведены в рамках программы граммового финансирования Комитета науки Министерства образования науки Республики по проекту маркирования сарда образцов картофеля, пуржара и засухоустойчивости. Диссертационная работа выполнена на базе Казахского национального адресного университета полевые опыты заложены в полевых стационарах Костанайской мини-сельского хозяйства. Второе. Степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций, сформулированных диссертациям. Обоснованность результатов исследования обеспечиваясь в диссертационной работе анализа современных достижений биологических и сельскохозяйственных наук. Логика исследования выборов методов полученной в диссертационной работе данные аргументироваться анализами, связанными с несеродотным источником. Выносимое на защиту положения предоставляет научную ценность. По всем изученным вопросам проведены обобщения и сделаны практики и выводы, а также данные рекомендации производства по использованию полученных результатов в сельском хозяйстве. Выводы каждого из трех разделов и десяти подразделов на основании полученных данных отражают результаты научных исследований, экспериментальные работы, методически выдержанные. Наризная практическая значимость результатов исследований в степени анализной подтверждается в диссертационной работе научными результатами, выводами, изложенными диссертациями. В диссертанках определён рядовой состав вирусов РПВ, а также рядовой состав переносчиков вирусов в условиях в Костанайской области. Выявлены законодательности, определяющие процесс нарастания факторов зараженности вируса неостровленного картофеля и их влияние на лидеральность и качество картофеля. Установлено, что в северо-западной части в Костанайской области общий инфекционный фон низкий, и также числилась в мигрирующей пилотом кемпе. Вирусовая регитация комплекта зависит от погодных условий. При изучении павловных клей в условиях Костанайской области обнаружены пять исследований, среди которых преобладают менее рядоносные лидеры, погубые и обыкновенные картофельные лидеры. Изучено и фиксируется применение отечественного регулятора растения КАЭЛ при оздоровлении семенного материала картофеля, методом культуры опекарной системы, сочетанием с симмотерапией. В диссертантах впервые сравнительно изучены современные методы диагностики вирусов, исследуемые сортов картофеля в условиях постамайской области. Результатом проведённых исследований рекомендован комплексный метод определения вирусов, основанных на принципе иммуноферментного анализа и полимера взрывной реакции, которые в силу высокой чувствительности, специфичности и производительности позволяют с высокой достоверной силой выявлять заражение заражённое растение, картофеля на всех статях производства безвирусного семенного и остаточного материала картофеля. Изучены биохимические показатели оздоровленного материала картофеля, проведены расчёты по экономической рефиксивности производства семенного картофеля. Внедрено в производство в устанайской области сокращённые схемы приличного семеноводства, что позволяет Семеноводческим хозяйством ускорить сроки сорта обновлений и обеспечить выращивание в дологах высокопродуктивного семенового материала, картофеля. Диссертационная работа изложена на 44 страниц, включая 49 таблиц, 46 рисунков. Диссертация состоит из введения трех глав заключений и предложений производства, списка использованных источников и приложений. Список использованных источников включает 219 именований, в том числе 30 иностранных авторов. Отверждение опубликования основных положений и результатов, выводов и заключений диссертации. Основные положения, изложенные в диссертационной работе, доложены на заседаниях кафедры Агрономии Казахского национального аграрного университета, на заседаниях научных сотрудников лаборатории селекции конкурсия и ученых Востанайского и сельского хозяйства. Основные положения диссертации были доложены и опубликованы в материалах научно-практических и международных конференциях, Штат Международная научно-практическая конференция молодых ученых на термогуарные проблемы и перспективы развития земледелия, Синеводства, Казахстан, Казмир, Алмава, Международная молодежная научно-практическая конференция Проблемы, теории и практики современной науки в Беларуси, Международная научно-практическая конференция Интеграция науки и сельскохозяйственного производства России, Международная научно-практическая конференция молодых ученых, инновационные подходы и перспективные идеи молодых ученых в аграрной науке в Казахстане, Международная научно-практическая конференция научного обеспечения программ Женого производства России и Международной студенческой конференции биологии 21 века России. Оценка самостоятельности доктора, достоверности результатов внутреннего единства диссертации и академической честности. Все результаты в середакторной работе, научной основы создания системы электросного семеноводства, картофеля в Устанайской области выполнены актором работы. При участии научных сотрудников лаборатории селекции сельскохозяйственной опытной станции «Заречная», Института молекулярной биологии и биохимии им. Кожина и Института химических наук им. Виктория. В процессе выполнения стелоковской работы объединила усилия несколько научных организаций. В лаборатории биосинологии растений казна, где соискатели были получены проверочные растения, исследуемые сортов. Для сравнения эффективности методов диагностики и идентификации вирусов картофеля использована материальная база из Института молекулярной биологии, биохимии им. Кожина, витеблицы семеноводческого хозяйства садоводка в Устанайской области. По лиму в условиях Костанайского научно-сервисного института сельского хозяйства проведена работа по производству семенного материала, который для высшей репродукции. По результатам исследований доктора Тава подготовлено 11 научных работ. Из них 4 публикации в журнале науки СОМ Министерства образования и науки Республики Казахстан. Одна публикация в журнале, входящем в ваши данные с корпуса. Шесть публикаций, из них 4 научные статьи и 2 тезис от сборников Международных научных конференций. Диссертация обладает внутренним единством на всех этапах экспериментальных исследований, соблюдены методические требования. По обобщению разделов экспериментальной части сделаны выводы и рекомендации в производстве. Шестое. Соответствие аннотации содержания диссертации. А аннотации полностью соответствуют тексту диссертации и ображаем основные ее положения. Седьмое. Недостатки по задержанию реформирования диссертации. В диссертационной работе имеются следующие замечания. Первое. В тексте диссертации и списке используемых источников имеются очень много грамматических, орфографических ошибок и облечений. Второе. Страница 40. Объектами исследований являются средне-поздние сорта, которые являют Дуняша и Удалитский. Оздоровленное и проверженные растения. Но по характеристике сорт Дуняша является не средне-поздним, а средне-спелым. И по действию селекционных достижений Дуняша является средне-спелым сортом. Третий. Раздел 2. Подраздел 2 и 3. Объекты и методы исследований. На странице 44 указывается, что оздоровление картофеля, методом культуры и мереселы на искусственных питательных следах осуществлялось в соответствии с методическими указаниями картии картофелеводского овощеводства. 119-я литература, страница 278. Но 119-я литература является источником российского издания. Четвертая в тексте диссертации используется анахроничный термин. Например, вместо противирования и выращивания, опекарная мереселла, выкушечная мереселла, поражаемость заражает зараженностью. Необходимо применять современные себе технологические термины. Пятая. 49-я страница. Посадку в поле проводили в акционально ранние сроки, во второй декаде мая. Ударение водопроводили механическим способом или химической диссертацией препаратов. Из текста диссертации непонятно, именно каким методом или способом проведено ударение или искаживание водопроводов. Шестое. Некоторые таблицы оформлены ненадержавшим образом. Например, страница 50 лет. Таблица 8. По результатам ВИФА на поражаемость проверочных тестений приведены данные по оптической плотности вирусов по показаниям спектрофотометра. Сложно понять, сколько именно растений поражены вирусами. Необходимо было указать, кому достоверность результатов именно по данным спектрофотометра и нафигментного оптиметра. Однако, отмеченные замечания не снижают значимость и достоинство диссертационной работы в теоретическом и практическом значении. Восьмое. Заключение о соответствии диссертации требования правил присуждения семеней и возможностей присуждения докторанду Екатерины Михайловны степени доктора философии по специальности 6Д 08-1-0 огромный день. Считаю, что данная работа интересна с научной точки зрения и в то же время может найти практическое применение в хозяйствах по возделыванию и производству семенного картофеля данного региона, то есть в Устанайской области. Диссертационная работа Екатеринской Екатерины Михайловны на эту тему «Научные основы создания системы безвирусного семеновоза картофеля» в условиях в Устанайской области соответствует действующим требованиям, предъявляемым диссертациям, а ее автор заслуживает присуждение степени доктора философии по специальности в КСД 08-0-1-0 огромный день. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Да, вообще, докторант, подготовленный исследователь должен иметь свое мнение за все замечания, согласные, все замечания, буду учитывать будущие вопросы общие. Вы там слипнули конкретно ответы. Хорошо. Когда второму инциденту Солнце, в связи с вторым официальным инцидентом, в магнитином Верховне Усанимовичу, кандидатом в связи с казанистой наук, ассоциированному профессору в каждом из защиты России, в чекаре финансово. Вот акцент. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 В принципе, не принципиально, возможно, поуже эти вопросы основы, то есть отразить. В целом, оно раз написано, что оно должно хотя бы не доработать, но ведь оно должно быть раскрыто. И теперь, ну, отмечая актуальность, ну, имеется, наверное, навыка регулятора роста. Новый сорт, вот этот Дуняшка, я почему-то спрашивал этот Новый сорт какого, а то, то есть с какого удара, я думаю, это все дали знам, потому что, кто-то будет за это принять. Однако, вот здесь преимущество системы безвирусного, тоже опять-таки, не выражено, есть преимущество, и вот от таблицей с выхлописием, как и, вот, бабушки, уважаются, получили больше элитного материала. Однако, ну, как бы, ну, четко в диссертации не отражено, особенно при изложении экономистской части. Здесь у вас примерно почти, можно сказать, разница урожая 2-3 тонны, можно сказать, в пределах, возможно, на меньшей существенной разницы. Но, вот, вот, отражение, вот, непосредственно приведение вот этих затрат и так далее здесь не четко выражено. Вот, и как я вопросы задавал, вот, затраты почему-то, ну, это не первые десятки, затраты почему-то, вот, получение самих микрокрутней, вот, не приводится. Как бы они через, ну, проекты, возможно, через бюджетные и финансовые, видимо, эти вопросы решаются, ну, когда непосредственно уже при экономистской акции там они приводятся, мы желательно их привезли, потому что нам в хозяйстве, если будет он сам делать, эти все затраты сам вывести. То есть эти лабораторные получения, допустим, тех лиц и так далее, это все же затраты. Затраты, видимо, вот это привезли, эти затраты, это тоже, как вам можно сказать, четко обосновать, а в основном, можно сказать, привезли к той или иной системе Семеноводской. И еще, я вот обратил внимание, что в литературной части, обзор литератур, очень много вопросов, ну, просто болезнь, как у меня, диагноз, но именно Семеноводского, хорошо вы говорите, агрономия, ну, две старительства, а самой Семеноводского, ускоренного размножения. Основное, ускоренного размножения, для чего вы это все можете делать, как оздоровление материалов, это делать скорее. Вот этот вопрос, как я должен думать, с кого, не раскрытым, ну, раскрытым, по ходу изложения материалов, но именно литературы, чаще всего, по словам, раскрытым. Именно в ваших ходах, вот этими преимуществами и обоснованиях этой литературы, потому что много права, если себе участница, Герман Леонидович, лежает, почему потом-то наблюдает. Но ничего не говори, именно наше казахстанство, что мы проводили эту ускоренную постраданию, оно, как бы, осталось немного, не полностью. Но, я думаю, дальнейшая работа, что это. В целом, тема, как я говорю, актуальна, резна, имеется, и вот главное, что мы подготовим к адресу, что мы можем сказать, главное, она сама исследована права, и в комплексе, как руководитель говорит, в комплексе, больше естественными истотами, и в точных истотах фундаментального характера, это есть «Биха вер…» Альтинят, 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 это герман начался. Да как раз вот эти вопросы Девчонка, Девчонка, Герман Вильевич. Поэтому эти тоже совместно работают, но это тоже важно, с диссертацией на работе. И материал весь математический обработан. Единственное, что вызывает такое, когда точку софта показывает пределы, может быть чем-то, или 1% как бы мы полевики, которые проводили, но это, можно сказать, иногда сомнение. Не надо стремиться, что от этого ценность работ не повышается. Фактически это пределы 3-5% это полевые оптики, которые мы можем об этом придумали. Ну и, возможно, мы идеально делали, я здесь просто, в целом. Но математические сети данные обработаны, хорошо приведены. Главное, для прикладных изделий имеется арт подобных работ. То есть, акт внедрения. Это двух хозяйств, двух, как вы говорите, двух хозяйствах, как вы говорите, двух хозяйствах, как вы говорите. Поэтому, и имеются сертификаты. Поэтому достоверность получена в работе, то есть, практически, значит, не вызывает сомнение. Я думаю, вам, если там екатеринская механизма вполне заслуживает, то есть, что для детей, в сфере, приезжают, доктора приезжают, как специальности, когда нам идут. Я желаю исполнительной работы, в этом году, в экономической работе, в успехах. Спасибо. Спасибо. Много распространяющихся. И даже, как анализация, неофициальная, как официальная сетью вещь. Анализы сделали большую работу. Рахметр. Так, есть еще желающие? Спасибо. Продолжение следует... 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 Я хочу про доклады, про ответы на вопросы. И где-то мы вообще, когда пишем диссертацию, увлекаемся громкими словами. Разработанные методы определения вируса, но поведение методов, которые разработаны, это может быть усовершенствованно. Или в условиях регионного адаптирования и так далее. Но здесь, в самом деле, есть тоже оптимизированные технологии, общие слова. Именно в какой части, поэтому тоже. И то, что оно накладывалось, сделано нормально, но мне не очень понравилось ответы на ее. Ответы были непосуществуемые. Общие слова. И тем более, ответы на лицензин не очень понравились. Правильно, по 3-4, даже 5 замечательных сделанных. Это готовый специалист, исследователь, который уже самостоятельно будет проводить исследование. У нее должно быть какое-то мнение. И потом, в диссертации, конечно, сказано, что мы не учтем будущего, но это хорошо, но его надо как-то доказать. Ну, тем не менее, проведена большая работа. Проводила она сама 4-5 лет. И до сих пор он продолжает, поэтому я тоже присоединяюсь к этим словам. Словам, то есть, поддержку. Словам, то есть, поддержку. Словам, до сих пор степени доктора Портизина. Так, теперь, разрешительность Бога вам, пожалуйста, и первая, Михаила Ивановна. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Поэтому тема моей общественской работы мне интересна, и я до сих пор продолжаю те исследования в Украинском научно-институте. В 2011 году я поступила в Казахстан национальный университет по целевому гранту, и здесь я действительно очень познакомилась с многими учеными по своей теме исследований с научно-исследовательствами, которые, конечно, выражают огромную благодарность. Также научному руководителю Абшону Игорь Григорьевичу огромную искреннюю выражаю благодарность. На протяжении всех лет обучений, исследований он всегда помогал, консультировал, и сурбешный руководитель также всегда был на связи, и при стажировке также всегда вместе все обсуждали, какие-то замечания, что-то новое все. Также скажу благодарность Александру Анатольевичу. В общем, замечательные вопросы, действительно, прямого внимания. Еще раз спасибо огромное. Спасибо. Уважаемые члены социализации, на протяжении тайного голосования, в соответствии с установленным положением, мы должны избрать шутки комиссии. Так. Так. Шутки комиссии, тут раз. Волимее. Так. ! Свобijke доставления? Просто старик subt� States ruch! Устанубози? Думали. Устанубая? art? Я не беру. Стасим. Не без благости всех велях? Пого Beginning nhất еще нет? Стасиминстрой fabrication. Там написали ambos. Пожалуйста, кто за то, кто не думает. Ну, по остатку, наверное, решила я спрашиваю, что вы посчитаете. Спасибо. Спасибо. Итак, когда члены еще в механизм, которые спрашивают, что вы посчитаете, что вы посчитаете. Уважаемые председатели, уважаемые члены институционного совета, протокол заседания общественной комиссии, избранный институционным советом после снаходящего наукам от 25 сентября 2019 года. Состав избранной комиссии Саверев Шенбулат Сарашович, председатель Устамбаев Жмагарин, Кудабергенов Мухтар Засабекович. Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по диссертации Декатеринской Декатерины Михайловой по защите диссертации на присуждение степени доктора философии УКХД по специальности 6D08-0100-Агрономия. Состав диссертационного совета оттвержден в количестве 17 человек. Присутствовало в заседании 13 членов совета, в том числе специалистов по профилю, рассматривая диссертации 5. Роздано бюллетеней 13, осталось не роздано бюллетеней нет, оказалось сегодня бюллетеней 13. Результаты голосования по вопросу о возбуждении городайства, о возбуждении степени доктора философии УКХД по специальности 6D08-0100-Агрономия. Екатеринская Екатерина Михайловна за 13, против нет и действительных приведений нет. Оттенка защиты в процентах 87 буквенная в плюс в баллах 3.33. Традиционная – хорошо. Председатель счетной комиссии Ассариев, члены комиссии, Усламбайев и Владимир Генов. Усламбайев и Владимир Генов. У кого какие предложения и замечания? Вначале давайте за слово берем, кто знает, на что принять потом замечания и предложения. Пожалуйста, у кого какие есть дополнительные предложения? У меня есть такое мнение, я считаю, оттечественное влияние. Основные достоверные научные результаты – как ответы цифрами, что ли, да? А то общие слова здесь. Да, и абзацы просто. Абзацы, да. Испытывание нового, усовершенствовать. А конкретно что усовершенствовать? Конкретно что испытывать? Вот это, мне кажется, надо дополнить. Это второй пункт. Так, еще кто? У кого? По первой части, раз тема звучит в условиях пустанайской области, актуальность как у филеевского пустанайской области, мне кажется, надо одним огласом угадать, какие болезни, какие проблемы были на этой области. Да, хорошо. Хорошо. Обрус ломаем, да? Да, тут, конечно, мировой есть, кроссанский, и тут надо именно пустанайской области нам показать. Вы понимаете, что это пустанайская область? Да, да, да. Спасибо. 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 Здесь вот это тоже самое последнее, и все это рекомендовало, даже для меня не нужно, даже конкретно про препараты. Да, я на Баскайске, вот Владимир Александрович. Конкретно надо указать, какая резина торгового регионального характера. Впервые были сделаны, и впервые материалы были применены. Еще какие будут? Ну, тогда у них, если не получит замечание, предложение, и целое голосование. С учетом тех замечаний, которые были высказаны, прошу проголосовать за просьб. Вот теперь обычно мы получаем руководителю и докторатуру. Да, работают с учетом замечаний. Если есть необходимость, поможем тридцать людей. Так, тогда проголосовали, теперь давайте классификационные признаки. Характер результатов диссертации. Один, два, да? Один, два, да? Изложено нарушение технических, экономических, монастырогопеды, в первую очередь, решение важных предварительных задач. Угодится на новую сторону. Один, два, да? Угоден на рискный результат диссертации. Угоден является новым или опять не новым? Два и два. Два и два. Два и два, да? Цель с результатом диссертации. Высокая, да? Угоден. Приятный. Связь. Телеки диссертации с кваловыми исследованиями. В первую очередь. Телеки, да. Телеки, да? В первую очередь. С抽象. 5.3. Рекомендация по расширению используемого дата диссерта 7.4.6.1. Требует расширенного использования. Спасибо. Теперь наш совет постановит согласно положению по работе диссертационного совета и ответит решение диссертационного совета, то, что мы прогнозовали. По итогам расширенного голосования за диссертационную работу научной основы создания системы диссерта 7.4.6, которую мы условно установили в Кустой области, за 13-20 лет средний план составил 8.7. Диссертационная работа екатеринская 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 жанра в полной мере соответствии с требованиями комитета по контролю в сфере образования и науки в аналитар предъявляемых диссертаций на Советском институте доктора философии и ИЖДИ по специальности 6.4.6. Вопросы подойти к планерам агрономии. Диссертационный совет по социальной сфере образования и науки в Казахского национального университета обсудил результаты и следствий в работе данных по видовому составе и распространению вирусной болезни картофеля, а также видовой состав передощи вирусов картофеля в условиях в Казахстане области, эффективность применения отечественного любого родства при оздоровлении семенного материала картофеля, методы культуры и апрекарды вирусными, современные методы диагностики на заряженность картофеля вирусными болезнями, сокращенную схему выращивания оздоровления семенного материала картофеля, адаптированные для установки в Казахстане области. Международные показатели оздоровленного материала картофеля в результате воздействия методов отыкания вирусных термотерапии сортов Няша и Мудовинский, что и католинский католинкан заслуживает в усуждении степени доктора философии ПИЖД по специальности 6D-08-22-0-Армоногия. Теперь позвольте от Вашей имени, от симметичных поздравленных операций в успешных машинах. Продолжение следует... Спасибо.